МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школы Бурятии войдут в федеральную программу капитального ремонта. В нем нуждаются более 200 учебных заведений. Кому повезет, узнаем позже. Программа стартует по всей стране со следующего года и рассчитана на 5 лет. Какие еще новости сегодня расскажет Восточный экспресс. Я Лариса Иренцеева. Здравствуйте. Вначале о некоторых информационных остановках коротко. Всем работодателям необходимо усилить меры. В Бурятии готовятся к очередной волне коронавируса. Что намерены предпринять? Болото наполнилось. Притекает вся вода наружу. Непогода вернулась в Лануде. Кого подтопило на этот раз? Мы в первую очередь стараемся говорить не о том, кто виноват. Профилактика дорожного травматизма по-новому, о чем напомнят водителям и пешеходам. Итак, новую волну коронавируса прогнозируют в Роспотребнадзоре. Главный санитарный врач Бурятия рекомендовал руководителям учебных заведений и работодателям пересмотреть график работы. Рост заболеваемости, по мнению специалистов, может произойти осенью. Связывают это с окончанием каникул и отпусков. Минимизировать риски предлагают разобщенностью потоков. Это перевод части сотрудников на удаленный режим работы. Это гибкий график начала и окончания рабочего дня. Также мы рекомендуем нашим ВУЗам, СУЗам перейти на гибкий график начала учебы, для того, чтобы избежать массового скопления наших граждан в общественном транспорте. Но все же я хочу сказать, что наиболее эффективной, наиболее доступной профилактической мерой является сегодня вакцинация. Между тем, общий уровень заболеваемости коронавирусом в Бурятии снижается. Показатель в 1,2 раза меньше, чем на предыдущей неделе. Высоким он остается только в средней возрастной группе от 30 до 49 лет и среди граждан старше 65. По районам на контроле Севербайкальский, Тункинский, Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский и город Севербайкальск. Там уровень заболеваемости выше среднего. Что касается вакцинации, то в Бурятии привито треть населения. Полностью завершили курс более 245 тысяч человек. В планах вдвое больше. Еще цифры, за которыми следят. Несмотря на осадки, уровень силинги за сутки упал на 3 сантиметра, а вот Уды напротив поднялся на сантиметр. Между тем, вода пришла на дороги и улицы города. Таковы уже обычные последствия дождей. Какие места пострадали от непогоды и насколько она задержится в Улан-Удэ, знает наш корреспондент. Болота наполнился. Блин, вытекает вся вода наружу. Даже плита провалилась. Это наше детское развлечение. Конечно, вот прямо возле подъезда. К другим темам. Автобус с вахтовиками слетел с трассы в Яравнинском районе. В машине находились 14 человек. Авария произошла на территории горнорудной компании «Озерный». С подробностями Саюна Бухаева. Рабочие после смены возвращались в вахтовый поселок. Их привлекли для строительства горнообогатительного комбината «Озерный». Перевозили сотрудников на специальном автобусе. 50-летний водитель автомобиля «Урал», следуя по технологической дороге, не справился с управлением предварительно из-за неисправности тормозной системы и совершил съезд дороги в Кювет. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель съехал в Кювет, где произошел наезд на дерево без опрокидывания транспортного средства. Все пассажиры – иностранцы. Водитель – житель Бурятии. Их эвакуировали две бригады скорой помощи Яравненского ЦРБ. Десять человек госпитализировали в районную больницу. Остальных после осмотра и оказания помощи отпустили домой. Завтра, уже после консультации с нашими специалистами республиканских учреждений, будут два пациента переведены в республиканское учреждение. Это один с переломом челюсти верхней и другой с переломом конечности нижней. Нет открытых переломов. И мы констатируем, что действительно состояние у пациентов легкой и средней степени тяжести. Сейчас все находятся под наблюдением. Между тем, происшествие на контроль взяла и прокуратура. Надзорные органы оценят соблюдение требований пассажирских перевозок и охраны труда. При наличии нарушений примут меры. Саюна Бухаева, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус». Виновника лобового ДТП в Кяхте задержала полиция. Им оказался 52-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело. По данным следствия, 16 августа подозреваемый на Митсубиси Аутлендер приехал в гости к отцу в село Харанхой. Выпил и в нетрезвом состоянии отправился домой в Гусиноозерск. Однако не справился с управлением. Вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Тойотой Марк 2. В результате аварии на месте скончалась 13-летняя девочка. Ее родители и две сестры госпитализированы с травмами. В ходе допроса мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах ДТП. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу. Пешеходам предлагают разделить с водителями ответственность за свою безопасность на дороге. В Бурятии стартовала всероссийская социальная кампания «Твой ход – пешеход». Цель, конечно, уменьшить количество ДТП. Каким образом, расскажет Артемий Ушаков. За весь прошлый год в республике под колесами автомобилей оказалось 148 человек. Более 30 погибли в этом году. Порядка на дорогах стало больше. Травматизм пешеходов снизился во многом благодаря светофорам, камерам и разметке. Но до идеала еще далеко. С начала этого года пострадали уже 130 человек. Основная масса дорожно-транспортных прошествий данного вида происходит по вине водителей транспортных средств. Однако зачастую пешеходы попадают в аварии по собственной неосторожности. Так, в 52 случаях установлена вина самих пешеходов. А в 19-ти дорожно-транспортных происшествий они были в состоянии алкогольного опьянения. То есть почти каждый третий пешеход страдает по собственной неосмотрительности. Картина одинакова для многих регионов России. На федеральном уровне созрел проект безопасности дорожного движения. Кроме ГИБДД к нему подключены Минтранс России и Министерство просвещения. В этом году проект пришел в Бурятию. Реализуя данный проект мы придем к тому, что Бурятия выйдет из числа тех 15 регионов страны, где ситуация по ДТП с участием пешеходов еще остается на достаточно высоком уровне. До пешеходов собираются в буквальном смысле достучаться. В Бурятия запланировали встречи у переходов в торговых центрах и даже на заправочных станциях. Водителей тоже стороной не обойдут. Для них серии лекций по культуре вождения. К примеру, каждый, кто берется за руль, должен научиться притормаживать у пешеходного перехода, даже если возле «Зебры» никого не видно. Мы в первую очередь стараемся говорить не о том, кто виноват, а что необходимо сделать для того, чтобы избежать такого рода конфликтных ситуаций. И какие чаще всего ошибки допускают водители и пешеходы. Проект «Твой ход. Пешеход» будет работать в Бурятии до ноября. Задача участников – дать жителям республики как можно больше информации о безопасности на дорогах. Идеальный результат – снижение травматизма к началу учебного года. Артемия Жакова из Большинова, телекомпания «Орегус». Тем временем сегодня Верховный суд Бурятии увеличил сумму моральной компенсации семье Галины Бурчевской, погибшей на дороге у села Батурина. Напомню, ранее Волгинский район и суд оценил страдания родителей в 150 тысяч рублей, объяснив такое лояльное решение в первую очередь безработным статусом реального владельца авто, на котором сбили девушку. Однако Верховный суд постановил увеличить сумму до 500 тысяч. Об этом нам сообщил отец погибшей Максим Бурчевский. Все детали станут известны, когда суд подготовит документы. Между тем, рассмотрение апелляции приговора Баиру Жамбалову явно затянулось. С момента, когда Прибайкальский районный суд признал бывшего политика виновным в аварии со смертельным исходом, прошло почти три месяца. Это решение практически сразу обжаловали все стороны судебного процесса. Однако даты рассмотрения дела в Верховной инстанции до сих пор нет. Напомним, Жамбалову назначили шесть лет колонии-поселения, но по факту он до сих пор находится на свободе. Движемся дальше и наши корреспонденты коротко о своих материалах. Готовы ли ТЭЦ к началу отопительного сезона? Вместе с комиссией на объект выехала Евгения Журавова. Ландшафтный дизайн по-новому. Какие еще интересные видео попали в объективы горожан? Подробности у дежурного по городу. Телекомпания «Оригус» вновь в прямом эфире. Завтра финалы чемпионата страны. Об этом в материале Алексей Турбова. Об этом позже. Сейчас о новом уголовном деле в отношении чиновника. Экс-председатель комитета городского хозяйства пойдет под суд. Константина Машковского обвиняют в превышении служебных полномочий. Поводом для расследования стали мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции комплексов очистных сооружений в Улан-Удэ. В рамках федеральной целевой программы охрана озера Байкал на подготовку проектно-сметной документации выделили 40 миллионов рублей. Документы должна была принять экспертная комиссия, однако этого не произошло. В нарушении указанных норм и положений контракта обвиняемый единолично без участия членов комиссии принял проектно-сметную документацию после ненадлежащей экспертизы, проведенной в местном экспертном учреждении, сотрудники которого не выявили недостатков. На основании подписанных чиновником актов подрядчику оплачены выполненные работы. Позднее выяснилось, принятая проектно-сметная документация имела ряд существенных недостатков. Их пришлось устранять, что привело к дополнительным затратам и срывам сроков работ. В ходе предварительного расследования доказательная база собрана, уголовное дело направлено в суд. Проверка за проверкой. Вокруг ТГК-14 продолжается разбор полетов. Мэрия заявляет, ТЭЦ-2 не готова к отопительному сезону. 100 тысяч человек могут замерзнуть зимой в квартирах. Сегодня на объекты выехал зампред правительства Евгений Луковников. Как все-таки зимовать будем, пытается понять и Евгения Жировова. Сначала городские чиновники, теперь правительственные. Сегодня комиссия выехала сразу на обе ТЭЦ. Перед проверяющими отчитывается сам генеральный директор. Говорит, о срыве отопительного сезона речи нет. Ремонт основного оборудования сделан. Вспомогательного ускорят. Запас топлива выше норматива. Те замечания, которые были указаны комиссией администрации города ОМД, несущественные. И, по сути дела, в течение недели-полторы это устраняется. В основном они связаны с загрязнениями, с состоянием части арматуры. Начать отопительный сезон планируют раньше срока. Не в середине сентября, как обычно, а уже в первой декаде месяца. Все четыре турбоагрегата уже отремонтированы на сегодня. Два из них даже находятся в работе. Еще два, вот один из них, в резерве. Они ждут начала отопительного сезона. То, что по графику выполнено 100%, то, что должно быть выполнено. И мы 31 числа заканчиваем ремонт котлоагрегата номер 9. По инвестиционной программе за 2020 год еще накануне у мэрии возникло множество вопросов. Выявили нарушения. Теперь город планирует инициировать проверку с правоохранительными органами по реализации инвестпрограмм за 2018-19 годы. Хотя на самой ТЭЦ заявляют, все хорошо. Большие планы по обновлению оборудования и по сооружениям. На повестке дня ввод дополнительных мощностей на ТЭЦ-1. Строительство нового котла это порядка 800 миллионов. Да, 872 миллионов. Летом он как на горячее водоснабжение будет работать. И создавать резерв в зимний период максимум нагрузок. Новый котел появится года через два. А вот от дня сегодняшнего рабочие не в восторге. Колорифер путем не обогревает разгруз сарая. Будет холод. Вот этот отчитали, что якобы работает. Сейчас невозможно уголь выгружать. Он идет весь мокрый. Давайте проверим. У нас в лаборатории работает, все фиксирует. Бытовые условия для рабочих улучшились. После зимнего восстания здесь сделали ремонт. Правда, не до конца. Не полностью закрыт вопрос и с заработной платой. Сегодня есть понимание, что что-то изменилось в оплате труда? По-моему, на том же уровне. Возможно, немножко повыше. С 1 апреля минимальную тарифную ставку проиндексировали на 10%. С 1 июля еще на 6. Остается вопрос по льготам и компенсации. Тарифное соглашение у нас в области энергетики, электроэнергетики, оно готово. Сегодня вопрос у нас идет о присоединении ТГК-14 к этому соглашению. Есть ряд внушеств, которые прорабатываются на федеральном уровне. У нас коллективный договор буквально в начале лета был пересмотрен и переутвержден. И все основные требования, которые в ОТС и есть, они отражены в коллективном договоре. Единственное, у нас остается вопрос, до конца не разъяснен, насколько будут компенсированы те затраты по льготам и компенсациям. Мы выносим на федеральный уровень, где это должно обсуждаться при пересмотре отраслевого тарифного соглашения. Когда ТГК присоединится к тарифному соглашению, неясно. Отраслевое соглашение закончится в конце этого года. Специальная комиссия будет рассматривать неурегулированные вопросы по льготам и компенсациям. Евгения Жировова, Виктор Агафонов, телекомпания «Аригус». Опасная дорога, необычный ландшафтный дизайн и залежи мусора. Дежурный по городу ищет ответы на вопросы горожан. Рубрика «Народный контроль». Полы полтора месяца уже лежит и гниет у нас возле наших мусорных баков. Что не так с этой травой? Сначала наши коммунальщики скосить ее все лето не могли, теперь вывозить не спешат. Оказалось, что такие отходы нельзя складывать в мусорные баки, потому что ЭКО «Альянс» отказывается такой мусор вывозить. Вот управляющие компании и нанимают частников. Видимо, потому и копят полы на целый грузовик, чего технику зря гонять – это же деньги. Правда, пока одни заглядывают в мусорные баки, другие ищут выгоды. Страдают обычные люди. С таким вот сезоном объем травы очень большой. В этом году маленько затянули с вывозом жителей по окрестным домам. Туда в эту кучу накидали какие-то диваны старые, превратили ее, так скажем, в свалку. На сегодняшний день свалка ликвидирована в полном объеме. То есть мы ее вывезли, полностью все за собой прибрали. Медведчика лопать снова провалилась с яма. И вот здесь дорога проезжая часть вообще ушла. Такая ситуация после каждого дождя. С середины июля яма увеличилась вдвое, глубина теперь несколько метров. Даже асфальт начал обваливаться. А ведь поток по этой дороге всегда плотный. Ездит и общественный транспорт. Непонятно только одно. Коммунальщики про слабое место в дороге вроде бы и знают, но все равно ждут обращения от бдительных горожан. Как бы беды ни случилось, хотя обвалом обещали заняться в ближайшее время. И после дождей в кратчайшие сроки было отсыпано грунтом. На данный момент комбинат по благоустройству города будет производиться в дальнейшем отсыпка скальным грунтом. По этому узлу дороги производится проектирование. До 1 октября проектное решение уже все должно быть готово. И планирую в следующем году уже согласно проекту производить ремонт дороги. Хотели как лучше, получилось вот так. Эта управляющая компания готовится к зиме. Нет, они ни корни деревьев вытепляют. Просто укрепляли фундамент и отмостку дома. Не подрассчитали с материалом. Видно, что ситуацию пытались исправить. Бетон подровняли как могли. Но оставлять так нельзя. Придется исправлять, что они уже и делают. Бетонная машина она сливала и все слило. Естественно, там уже обратно не соберешь. Конечно, они управляющие организации, работники все разровняли. Получилось как получилось. По идее, отмостка у нас тоже не может быть двухметровой или трех. У нее определенный стандарт, это фундамент. Поэтому сейчас устранение выполнено. Если вы стали свидетелем необычного или даже из ряда вон выходящего, снимайте на телефон и отправляйте фото и видео дежурному по городу. Найти выход вместе сможем быстрее. Продолжаем. Главный архитектор появился в Бурятии. На эту должность назначен Александр Моренич. Три года назад он возглавлял комитет по архитектуре и градостроительству в Лануде. Затем работал в частных компаниях. Должность главного архитектора республики появилась в прошлом году. Теперь ее будут совмещать с обязанностями замминистра строительства. Ранее этот пост занимал скандально известный Сергей Рыбальченко. Чиновник уволился через год после того, как оказался в СИЗО. Его кресло оставалось свободным. Теперь оно занято и обязанностей у преемника явно больше. Территориальное планирование, это значит, чтобы законность соблюдалась во всех муниципалитетах, в районах. В том числе и контроль за соблюдением в этом плане, в плане градостроительной документации. В конечном итоге за комплексное развитие территории будем отвечать. Это вот сейчас, если вы знаете, город там все время это говорит, дальневосточный кварталки у центра города. Как бы механизмы вот эти надо понимать, как начать его делать, как обустраивать. Ну, правовые вот эти вещи. Александр Мариенич родился в Иркутской области. В Бурятии работает с 2006 года. На должность главного архитектора Бурятии заступил 16 августа. С ним заключили срочный служебный контракт с испытательным сроком на полгода. Как помочь предпринимателям Бурятии? Бизнесмены сегодня встретились с министром промышленности и торговли республики. И речь в первую очередь шла о мерах поддержки. Чай, кофе и меры поддержки для бизнеса встреча прошла в неофициальной обстановке в формате бизнес-завтрака. Некоторые участники подключились к нему онлайн. Такой диалог без галстуков, по мнению организаторов, поможет лучше понять, какие проблемы сегодня волнуют малый и средний бизнес. Это возможность получить советы, рекомендации, коллаборации какие-то осуществить. Нетворкинг тот же. Люди здесь знакомятся, обмениваются визитками, помогают друг другу в настройке своих бизнес-процессов. В этом году для малого и среднего бизнеса Бурятии с федерального регионального бюджета выделили почти 400 миллионов рублей. Один из первых вопросов, кто на них может претендовать и как получить господдержку. Как улучшить состояние именно лесопереработчиков? То есть это какие-то субсидии, это какие-то кредиты, но недорогие, дешевые кредиты нужны. В целом, какие могут быть помощи? Технико-экономическое обоснование хотелось бы увидеть. Объем собственных средств в данном проекте. Понять, будет ли капекс 3 миллиарда или это будет все-таки какой-то более маленький проект. И совместно посмотреть по сырьевой базе, и совместно посмотреть, какая это будет готовая продукция. Тетигма Роднаева специализирует свой бизнес на сохранении бурятского языка. Сделала настольную игру и в разработке книжка-раскраска. А хочется, чтобы мы отделились как-то, чтобы у нас своя структура была. Ну, сохранение бурятского языка. Надо просто от вас получить конкретно, что нас интересует там займ на такую-то сумму субсидия, на такую-то сумму грант, на такую-то сумму. Конкретно просто это структурировать историю и дать мне, скажем так, тизер, то есть короткую дорожную карту по тем потребностям, которые существуют. Рассчитывать можно на займ под 1% годовых на покупку российского оборудования. Под 3% можно приобрести заграничное. Эти деньги можно получить из фонда развития промышленности. Также можно получить микрозаймы в фонде поддержка малопредпринимательства, которые могут достигать 5 миллионов рублей. Бизнесмены могут рассчитывать на различные субсидии для бизнеса от Минпромторга России и Республики. Более 140 видов услуг могут получить предприниматели в центре «Мой бизнес», который работает в рамках НАСПроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. На реализацию НАСПроекта в этом году выделили более 52 миллионов рублей. Плавание без границ. Особый ребенок стал победителем республиканского конкурса и получил грантовую поддержку Министерства социальной защиты Бурятия. Подробнее о проекте и его участниках в нашем следующем сюжете. Виктория теперь приходит в центр по обучению плаванию как к родным. Стали близки во время занятий с ее сыном Левой. Несколько лет назад выяснилось, есть проблемы со здоровьем. У нас ребенок начал жаловаться на ноги, жаловаться на спину. И получается, мы сходили, сделали МРТ, у нас по МРТ подтвердился диагноз. И начался у нас сколиоз, то есть левосторонний-правосторонний, и вот нам сказали, нужно обязательно плавание. Мы пришли, у нас таз не двигался, ноги у нас не двигались, тело не двигалось. Занятия с особыми детьми здесь проводились и ранее. Организаторы не один год нацелены именно на социальное предпринимательство. Поддержка из бюджета помогла оформить их в единый комплекс. Из 30 заявок было выбрано 5 детей. После консультации с педиатром и дефектологом была составлена программа для каждого из них. 5 детей у нас с разными заболеваниями, с различными диагнозами прошли 10-дневный курс, ежедневный по гидрореабилитации. Наш тренерский состав составлял индивидуальную программу для каждого ребенка. Занятия были направлены на расслабление, на дыхательную систему, на расслабление мышц, соответственно, на обучение плаванию. Родители заполняли анкеты, чтобы оценить положительный результат до и после. Первый интенсив можно назвать пробным, чтобы оценить потребность в таких занятиях. И он показал свою востребованность. Впереди подготовка к его проведению на постоянной основе. Екатерина Шумал, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Горячий ключ, долина Рододендронов и Ципо-Ципиканская впадина. Мы продолжаем раскрывать тайны Бурятия. Сегодня выпуск посвящен озеру Бусани. Самые интересные факты о достопримечательности Баунтовского района прямо сейчас. Озеро Бусани находится в селе Уакит Баунтовского района, в Ципо-Ципиканской впадине. Его длина 10 километров, а глубина 10 метров. Озеро богато редкими подводными жителями – ершами, гольцами и хариусами. Плавают на водной глади и четырехлистные кувшинки. Особки возле водоема покрыты лиственницами, сланниками и рододендронами. В юго-западной части озера бьет горячий ключ. Температура воды в нем выше 50 градусов. Местные жители соорудили на источнике сруб для принятия ванн. На острове в озере расположен поселок Бусани. Он входит в состав поселения Уакит. В 2010 году там проживало 35 человек. Сейчас всего 20. Озеро Бусани с 1998 года является природным памятником. В этом году по указу главы Бурятии его внесли в список особо охраняемых природных территорий. 19 августа в столице Бурятии завершится чемпионат России по стрельбе из лука. Зрители нашего телеканала смогут увидеть финальные дуэли среди мужчин и женщин в прямом эфире. Они начнутся в 9 утра. Соревнования проходят на центральном стадионе. Слово Алексею Турубову. На чемпионат России собрались именитые стрелки, чемпионы страны, Европы и мира. Только 6 человек – это призеры и участники Олимпиад. Очень удачно сложились для бурятской сборной полуфинальные поединки среди женщин. В итоге за золото поспорит призер Рио-2016 Инна Степанова и призер Токийской Олимпиады Светлана Гомбоева. А вот в борьбе за бронзу сойдутся Елена Осипова и Туяна Дашидаржиева. Я вообще очень сильно переживала, что у меня состояние здоровья было не очень. И опять-таки тренировок у меня практически не было. И я прям горжусь, что я зашла в золотой финал. Очень рада. У нас тут сильные соперники, практически все мастера. Для кого-то он сложился удачно, для кого-то неудачно немножечко. Но это спорт. И спорт есть спорт. Поэтому мы друг на друга не обижаемся. У мужчин в золотом финале попробует свои силы представитель сборной Бурятии Эрдем Цедыпов. За бронзу поспорит также бурятский спортсмен Эрдем Эрдынеев. Противниками наших атлетов станут стрелки из-за Байкальского края. Также Эрдем Цедыпов вместе с сыной Степановой в борьбе за золото устроят перестрелку в финале смешанных пар. Их оппонентами выступит команда Москвы. В 12 у нас будет закрытие соревнований, награждение с 12 до часа. А завтра с 9 часов начинается компаут первый и потом в середине в 11.30 классический лук. Ну и команды еще тоже миксовые. Финальные поединки в прямом эфире зрители телеканала «Ригу» смогут увидеть 19 августа в 9 часов утра. Параллельно трансляция пройдет во всех социальных сетях. В тот же день вечером в 18.30 мы покажем обзор финалов для тех, кто пропустил утреннюю прямую трансляцию. Алексей Турубов, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Благодарю за внимание. До свидания, БРТ.